У меня к вам вопрос, ребят. В создании одежды какие профессии участвуют? Кто участвует в создании одежды? Портной, технолог, закройщик. Ответы от школьников поступили сразу. Каждая из профессий – потенциальный путь, который ведёт к будущей карьере. Проводником выступает учитель. Надежда Кошулева к занятиям по профессиональной ориентации готовит не только теоретический материал, но и тематические мастер-классы, практические задания. Свои идеи по построению урока «Педагог-навигатор» презентовала на первой национальной премии «Россия. Мои горизонты». Опыт и знания вывели педагога в финал. Были представлены проекты в большом количестве номинаций. И вот одна из номинаций, в которой я участвовала – это «Педагог номер один. Профориентация». Подавала я проект как «Педагог-навигатор лицея». Здесь как раз в проекте рассказала о том, как развивается профориентация в нашем лицее. Естественно, всё это при взаимодействии с нашими педагогами и с классными руководителями. В этот раз занятия посвятили моделированию одежды. Процесс творческий – на выбор несколько стилей. От элегантной классики до современного спортшика. Какое именно ляжет в основу будущей коллекции, дети решают по своему усмотрению. Я буду рисовать спортивные, как штаны. К низу они будут удлинены и расширены. Сверху у меня будут топы на женской одежде, а на мужской – большая ворсальство встовка и штаны спортивные. Нам рассказывают вообще про разные профессии. Про педагогов рассказывали, чем интересна эта профессия. Программа профориентации в лицее охватывает ключевые сферы деятельности. От естественно-научного профиля до физико-математического. Результат занятий виден при сдаче единого государственного экзамена. К выпуску из школы ребята имеют твёрдое представление о будущей сфере деятельности. Это даёт им возможность сделать упор на изучение материала по конкретному предмету, который потребуется для поступления в ВУЗ. Потому что профориентация на сегодняшний день всегда остаётся очень актуальным направлением в любой образовательной организации. На сегодняшний день нельзя сказать, что она заключена только в программах дополнительного образования, потому что это и урочная деятельность, и внеурочная деятельность, и дополнительное образование. И, можно сказать, всё охвачено вот этой вот целью большой. Сейчас программа профориентации включена в учебный процесс большинства школ Ульяновской области. Среди них не только городские лицеи, но и образовательные учреждения районных центров. Это даёт равные возможности получения знаний для каждого школьника региона. Курс подготовки построен по национальному проекту образования и федеральному проекту «Билет в будущее». Александра Никитина и Олег Тоньшин. Управда. ТВ.